Добрый вечер! В эфире передача Точка зрения на канале Даутком ТВ. С 1 мая вступила в силу лицензионная ловля на озере Большие стропы. И, как оказалось, далеко не все рыбаки нашего города довольны новым порядком, а кроме того, он затрагивает еще интересы отдыхающих на этом озере, что было лично для меня открытием. Сегодня в этой студии мы обсудим важные нюансы, которые могут касаться и тех, кто любит ловить рыбу, и тех, кто отдыхает на водоеме Большие стропы. В студии у нас сегодня Теодор Биндерс, технический директор управления коммунального хозяйства. Добрый вечер! Эдвин Гаспирович, руководитель сектора контроля ресурсов Дагуфпилского регионального управления СТД. Добрый вечер! Добрый вечер! И Ольга Тлауцис, рыбак. Добрый вечер! Добрый вечер! Теодор, я так понимаю, что именно ваше управление разрабатывало проект правил лицензионной ловли в стропах, правильно? Так конкретно не сказать, что наше управление разрабатывала практически вся Дума, подключались юристы, большой отдел работал над этим. Были разработаны правила лицензионного рыболовства. Это не недельный срок, это практически весь прошлый год шла работа. Шли все согласования со всеми инстанциями, это очень большой список, и пришли к тому, что с 1 мая введено лицензионное рыболовство на возере Большие стропы. Что вы брали за основу этого документа? Наверняка же что-то было. Для разработок любых документов существуют правила кабинета министров, на основании которых мы и разрабатывали этот документ. Ну и, соответственно, брали опыт других, ну не властей, самоуправлений, где уже разработаны правила лицензионного рыболовства. И, соответственно, опираясь на все эти документы, создавали наши. — Эдвин, скажите, а вас привлекали к разработке этих правил? Если да, то как вы их оцениваете в конечной редакции? — Да, мы являемся именно той организацией, которая согласовывает именно эти правила. И, как Теодор говорил, за основу берется другие самоуправления, на которых уже введены такие правила, где ведется уже лицензионный лов. Это достаточно много уже у нас в регионе таких озер. Перечислить можно как озеро Сиверс, Свента озера, Вишчи, Лукна. Достаточно много соуправлений, кто именно уже занимается именно лицензионным любительским ловом. — То есть, в принципе, основа — это правила кабинета министров и другие правила, аналогичные в других самоуправлениях и озерах. А нет такой практики, чтобы как-то вот собрать, не знаю, актив рыбаков местных, с ними поговорить или такое не практикуется? — Ну, в принципе, все, что должно делать самоуправление, все диктуется как бы законом кабинета министров. Ну и, как бы, опрос, ну, может быть, в процессе как бы введения этого, значит, этих правил, может быть, будут какие-то опросы, что-то можно будет в следующем году или там через какой-то год что-то изменить или улучшить. Но, в принципе, практика такая есть. — Вот, Ольгер, расскажите нам, откуда вы узнали, например, об этих правилах? Известны ли они вам в полной мере на сегодняшний день, когда уже они вступили в силу? — Совсем в полной мере нет, да. Первую статью увидел в газете сейчас. Вот, как бы, ждали продолжения, вышла потом еще одна статья, начали узнавать. Потом, ну, как бы, я позвонил управлению коммунального хозяйства, я так понимаю, мне там работник дал номер телефона — Теодора? — Теодора, да. Я ему позвонил. Меня, как бы, не смущает лицензия, я согласен с этим, да. — Но все говорят, что порядок должен быть. — Да, ради бога, это я даже за, скажем, у этого. Но меня смущил один вопрос — это ограничение мотора, да, как бы, я у него задаю вопрос, почему я не могу передвигаться на водоеме, как бы, с моим мотором 15 лошадиных сил, а только до пяти. Я получил ответ, конечно. — Какой ответ он получил? — Странный, интересный. — Теодор, расскажите. — Вы волной топите, ну, как бы, детей, людей. Это, я, честно говоря, не совсем это понял, как это можно понять. Потому что на пяти лошадиных силах лодку 3,30 с размером можно вытащить точно так же само в глиссер и передвигаться 26-27 километров в час. Только волны от нее будет больше. — Теодор, что скажете насчет вот ограничений по моторам, в частности? Чем это обусловлено? Что именно 5 лошадиных сил и не больше? — Значит, изначально рассматривался такой вопрос, что вообще бензиновые моторы запретить, использовать только весельные лодки, либо электромоторы. И в процессе разработки этих правил были консультации, и рыбаки приходили, и в газетах это было. Мы брали во внимание многие вопросы. И один из таких вопросов, что озеро Большие стропы, это является центром, грубо говоря, отдыха наших горожан. Очень много отдыхающих, занимаются грибцы на этом озере. Ну, и исходя из практики, мы пришли к тому, что 5 лошадиных сил вполне достаточно и для рыбалки, и для спокойного отдыха на водоеме. — А что теперь делать всем тем, кто раньше купил такой мотор, ездил на Большие стропы, у кого, ну, как-то, не знаю, привычки, традиции какие-то сложились? — Есть много других водоемов в том же городе, и река Даугава, и для отдыха, и для рыбалки. — Это правило железное, оно, на ваш взгляд, не может быть подвержено никаким изменениям, даже если там соберется какая-то инициативная группа, что-то там попробует доказать свои интересы, отстоять? — В течение, вот, правил разрабатываются на срок до трех лет. Каждые три года они возобновляются. Будем смотреть тогда, будем рассматривать эти вопросы. — Можно я немножко опланирую, как бы? Просто, ну, для рыбаков надо уточнить, как бы, для чего ему нужны такие большие двигатели. В принципе, я понимаю, что практически рыбаки такие двигатели используют для того, чтобы, ну, ловить, так называемый, способом на тралл. — Нет, неправильно. — Нет, неправильно. — Я вам объясню, если позволите. — Да. — На троллинг, как вы сказали, у нас, скажем так, троллинга не существует. У нас нет таких водоемов, у нас есть классическая дорожка. Эти вот как раз маленькие двигатели до 5 лошадей больше подойдут, чем 15. У меня, например, 15 лошадиных сил, да, для того я ловлю в заброс. Расстояние от одной точки лова до другой метров 200-300 для быстрого передвижения. — Ну, вот я именно про троллинг, как бы, хотел напомнить, да. В принципе, исконно, как бы, откуда вот взялся вот этот вот последний, последнее время, как бы, способ ловли на дорожку, да. — Это когда на двигателе на маленьком ходу идут вдоль тросты и, как бы, тянут за собой воблеры. Но исконно, как бы, как бы, всегда рыбак, который занимался именно вот этой вот ловлей на троллинг или, как бы, на дорожку, всегда использовалась, ну, сила мышцы, как бы, да. — Да, это уже, как бы, на сегодняшний день просто, ну, как бы, люди стали более, как бы, не знаю, или побогаче, или, как бы, поленивее. Тут вопрос такой очень, ну, непонятный, да. И, в принципе, исконно, как бы, всегда ловили на дорожку именно вот используя весла, как бы. А сейчас вот в данной ситуации, как бы, когда эти все двигатели, как бы, стали более доступны, может быть, я говорю, так же эти люди, как бы, стали более богачи, вот, начали использовать двигатели. Ну, и представьте, если вот на озере, где много отдыхающих, где есть купающиеся, да, на озере, ведь на озере Стропах очень много, значит, ну, есть пляжи самоуправления, а есть просто, ну, пляжи, где используют, ну, в частном порядке, как бы, люди. И вот представьте, если люди будут, рыбаки, там, 10-15 лодок ходить на моторах вдоль тросты, а люди в это же время будут купаться, ну, как бы, не совсем такое очень, ну... Разве раньше ходили они? То есть, я, честно говоря, такого не замечала явления, чтобы они прям так массово... Озеро Стропа достаточно популярное, водоем в Даугупилсе, и, ну, используют там именно вот этот метод ловли. Хорошо, расскажите, как вы будете информировать рыбаков о том, что вступило в силу, где купить лицензию, потому что, я так понимаю, что на сегодняшний день все равно еще существуют вопросы, где они продаются, где можно ознакомиться с правилами, будет ли доступен какой-то вариант на русском языке, потому что все-таки, ну, латышский он такой. Ну, вот на данный момент мы реализуем проекты в Зывью фонде, да, вот последний проект, который мы получили, финансирование, это финансирование именно на то, чтобы информировать жителей о всем происходящем. Значит, нами будут разработаны стенды, они будут на двух языках, на русском и на латышском, будут напечатаны буклеты, также на русском и латышском языке, в них будут все правила, которые касаются рыбаков-любителей и то, что можно делать на данном водоеме. Они будут установлены как по берегам озера Стропы, в особо доступных местах, так и эти брошюрки будут раздаваться бесплатно рыбакам-любителям, тем, кто покупает лицензии, соответственно, будут выданы. Ну, и про информацию я могу сказать, что очень много освещалось и в газетах было, и были программы на телевидении, ну, не такие большие, конечно. Сюжеты. Да, сюжеты. Везде доводилось даже, я понимаю, что у многих нету телевидения даутком, но газеты, практически во всех газетах была информация, причем не единожды. Ну, вот к 1 мая, к дню вступления, скажем, уже лицензии в силу, много лицензий продали? Хочу сказать, что на данный момент уже выдано количество, по-моему, 39 или 49, вот точно не могу сказать, но в районе 39 лицензий уже выдано. Эти все люди приходят к вам в управление государственным хозяйством? Да, на данный момент мы выдаем пока только в бумажном виде, сейчас мы подписываем договор с интернет-порталом. И в Латвии? Латвийский интернет-портал, ЭПИРКУМИ, точно не скажу сейчас, или ЭПАКОЛПОИМИ, и будут доступны лицензии в интернете. То есть в любое время, имея интернет, можно зайти, тут же оплатить и получить лицензию в электронном виде, которую мы сможем проверить. Нам будет цифровое данное, да, рыбак показывает эти цифровые данные, мы проверяем без всяких проблем. Раз вы начали про проверку, ну вот расскажите, ввели лицензии, что теперь будет, круглосуточный пост или там дневной, ежедневный на озере Большой Стропы? Про круглосуточные мне тяжело сказать, да, но уже мы ведем контроль правил любительского и промыслового рыболовства на озере Стропы. За это время было проведено 6 рейдов, изъято 27 запрещенных снастей, это сети и в том числе две мережи. Рейды будут проводиться регулярно, как днем, утром, вечером, в темное время суток. У нас создана группа на базе управления коммунального хозяйства, получено удостоверение, и эти люди будут практически постоянно, меняя время только, да, будут контролировать этот водоем. Эдвин, расскажите, а вот до того, как управление коммунального хозяйства подключилось вот к организации этих рейдов, вы тоже так часто проверяли это озеро, или было значительно реже? Потому что сейчас прям так показательно, интенсивно стало все прям здорово. Ну, видите, как бы наше управление контролирует очень большую территорию, это если по районам взять, то, в принципе, 4 района – Даугу, Пилс, Прейли, Якоб, Пилс и Краслава, потому просто, ну, физически нам не получалось так часто контролировать озеро с Большой Стропой. Ольгер, расскажите о своем опыте, когда вы предлагали свою помощь. Ну, была ситуация такая, да, на Стропах, также, по слухам, я слышал, что контролировали спасателя. Ну, смотрели, как бы, заездили. Когда это было? Года три назад, скажем, примерно. Ну, и смысл чего? Просто мы те же самые в мае выехали на рыбалку, да, приехали на точку, зафиксировались на якорь, начали ловить, зацепили сеть. Сеть была связана метров 200. Мы ее вытащили, собралась там целая группа этих спасателей. Мой напарник меня подвез к берегу, я ее выкинул наружу. Я позвонил сначала, по-моему, в полицию, потом, ну, мне посоветовали, говорят, надзор. Ну, к сожалению, сколько и на две дней, где вот мы пытались вот так вот вызвать кого-то, ну, ничего, почему-то у нас с этим не получалось, да, как бы. Во-вторых, когда представители рыбанзора ездят, да, поверьте, ну, рыбаки знают, где машина идет по верху, по берегу, или лодка сплавляется, они уже откуда-то это знают. Вот, ну, и как-то у нас было желание предложить, мы-то на рыбалку ездим чаще, чем вы можете выходить, да, как бы мы могли бы вам, как в свое время было, дружинники, помогать в этом, сигнализировать. Потому что сетей, шнуров, поверьте, это просто ужас сколько. Как вы относитесь к этой идее такого вот общественного контроля? Мы всегда открыты, как бы, для сотрудничества, и всегда все сигналы мы принимаем. Единственное, ну, я говорю, что мы, в принципе, служба такая, что мы не можем выехать оперативно всегда, потому что у нас на контроле более чем 750 объектов, не считая двину и маленьких речек. И потому, как бы, ну, по любому звонку, так, чтобы через 10-15 минут там быть, ну, у нас просто физически не хватает ни средств, ни сил, ни людей, как бы, да. Но всегда мы открыты для общественности, всегда мы стараемся, как бы, по какому-то данному сигналу, ну, может быть, не выезжать сразу, но там в течение суток мы приезжаем и делаем контроль. А если, например, какая тогда оперативная служба может это сделать? Вот, ну, если, например, вот прямо сейчас вижу там или зафиксировал, они же не будут сутки стоять и ждать. Ну, видите, охрана среды именно внутренних ресурсов не считается какой-то особенной такой, как бы, оперативной. Ну, да, не быстрого реагирования, да, не быстрого реагирования, это, в принципе, не пожары, не, как бы, не болезнь, которую надо вот прямо сейчас предвратить, как бы, ну, потому как бы у нас, как бы, ну, по возможности мы стараемся выезжать очень оперативно, и все сигналы, в принципе, мы не оставляем просто так. Так мы всегда выезжаем и делаем, как бы, контроль, но оперативность, ну, зависит от того, как мы работали до этого, как бы, да, если инспектора приехали уже с проверки, то не могем мы собраться там в течение 20 или там 30 минут и приехать сразу же опять на, как бы, на какой-то объект. Теодор, что вы дополните по поводу идеи народного контроля? То, что Ольгирд говорил там 3-4 года назад, не могу ничего прокомментировать это, на данный момент могу сказать то, что если вдруг рыбаками-любителями будут замечены сотрудники Паш-Валдивы, коммунального хозяйства в этом, малейший сигнал, он будет рассмотрен, Постоянный контроль за озером будет вестись, и мы будем практически сотрудничать со всеми рыбаками, будет, если вы сможете дать номер телефона на экран, да, то звонки будут приниматься и будет быстрое реагирование. 6-5-4-7-6-3-120 в рабочее время? Как бы, хочу дополнить, потому и самоуправление, как бы, вносит свою лепту именно в контроль водоема, и для них, как бы, если они на месте находятся, для них это выезд оперативный получится, как бы, более быстрее, чем, ну, у нашей службы, скажем так. Ну, вообще, в принципе, можно звонить и в полицию, ведь, если что-то такое интересует. Да, 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 полиция обязательно должна переадресовать звонок, как бы, нужной службе, которая должна приехать и сделать контроль. Я так понимаю, звонить в полицию есть смысл, если ты видишь, как бы, ну, того, кто совершает нарушение, правильно, если ты достал сетку, то полиция ей не поможет. А как вообще, вот, с ответственностью, удается когда-то найти, вот, хозяев этих сеток или словить их, вот, непосредственно на месте преступления, или, как правило, это просто проехали, собрали все, что там было кем-то оставлено? Ну, в каждом, как бы, выезде, в каждом рейде, как бы, есть задержание, когда задерживаем именно нарушителей с орудиями лова, и, как бы, заводится административное дело или уголовное дело, и, как бы, нарушитель получает по заслугам. По заслугам это что, административный штраф? Административный штраф. На сегодняшний день он самый минимальный административный штраф за лов сетями или, ну, любыми орудиями лова промышленными, да, начиная с 280 евро. Давайте тогда, раз уж мы про ответственность заговорили, Теодор, попрошу вас буквально вот вкратце все-таки, для тех, кто там не читал, не видел, не слышал, основные моменты, за что можно быть наказанным на озере Большой Стропы в период с 1 мая по 30 ноября. Ну, самое первое, что я могу сказать, это, конечно, наличие лицензии. Значит, все жители города, не только города, но все жители могут получить лицензию. Значит, не нужна лицензия до 16 лет гражданам и свыше 62 лет. Также инвалидам всех групп и жителям, которые не имеют своих, не имеют никаких доходов. Они должны принести просто справку из социальной службы, что доходов нет, и на основании этих бумаг мы выдадим бесплатную лицензию. Ну, вот это основное, что будем смотреть, это, значит, наличие лицензии, наличие карточки рыбаколюбителя, которая обязана на всех, быть рыбака на всех водоемах Латвийской Республики. Ну, и будем смотреть, конечно, чтобы рыбаки не брали маломерную рыбу, это щука 50 сантиметров, судак и превышение снастей. Я думаю, что в основном рыбаки-любители, которые ловят на озере Стропа, они беспокоятся за это озеро и не станут брать эти маломерные рыбы. Будут ловить нормально, то есть нарушений, надеемся, будет не так много. Ну, и, соответственно, контролировать, чтобы не было сетей, не было никаких промышленных средств. Это, естественно, будет составляться протокол и передаваться до Огопилско-регионального управления среды для рассмотрения. То есть, в принципе, вот в момент рейда вы выезжаете, видите, стоит лодка, например, на озере, вы подъезжаете, просите предъявить всю словленную рыбу, ее прям замеряете сантиметром? Ну, практически видно щука, либо она маломерная, либо она большая. У нас будет сертифицированная линейка, которую можно будет померить, ну, сантиметр. Все можно будет сделать на месте. Ну, здорово. Давайте такой момент затронем. Я, честно говоря, совсем для меня это оказалось неожиданным поворотом в том плане, что ограничили моторы для рыбаков, и это за собой повлекло то, что теперь никто не может даже для развлечения использовать моторы больше 5 лошадиных сил на этом озере. Правильно? Правильно. Как быть в случае, если вот отдыхающие увидят катающихся там на водных мотоциклах по озеру? В полицию тогда звоните? Для этого существует государственная полиция, у них есть отдел, который занимается вот именно моторными средствами на воде, плавсредствами. Они будут решать эти вопросы. У нас есть недоговор, мы сотрудничаем как с государственной полицией, так и с муниципальной полицией. Скажите, а какой смысл тогда отдыха этого? Допустим, с молодыми ребятами мы хотим потягать банан, 5 лошадей их не выкинуть. Или там молодые люди, я часто видел, приезжают на аквабайках покататься, да, как бы. А какой смысл тогда сейчас вот этого пляжа? Искупаться-то можно в любом водоеме в таком случае. Я вам практически могу сказать, что на пляжах вообще запрещено. Это я знаю. Да. Это я согласен. И я думаю, что водоемов достаточно и в Даугавпилском районе, и в Даугавпилсе, где можно покататься и на аквабайках. Правильно, смысл этого озера, оно в черте города. Кто-то приехал с работы времени, приехал. Это озеро для отдыха. Ну правильно, это же тоже считается активного отдыха. Есть другие водоемы, где вы можете. Но оно же большое, в принципе. Мне кажется, раньше там байки эти катались, я бы не сказала, что они кому-то мешали. Но они там кружат, но они же не подъезжают к пляжам. Они посередине озера обычно кружат. Я вам могу сказать, что были случаи, я еще тогда, к сожалению, не работал в коммунальной службе, но я знаю, что были случаи, когда и вызывалась полиция для решения вопросов с теми, кто катается на аквабайках. Не могу сказать, чем закончилось это. Но такие жалобы были. И на данный момент, когда мы составляли, были также жалобы, что используют мотоциклы, подъезжают к берегу, мешают отдыхать. Поэтому мы брали этого внимания и приняли такое решение. А буйки какие-то поставить не работает с нашими отдыхающими никак? Купающая зона, она всегда быками. Разные отдыхающие есть. Когда-то был, насколько я знаю, этот Ругельский котлован. Вот там было организовано, все было очень нормально. Там использовали и лодки, и аквабайки, и все. И бананы, и тарзанки, как они называются. Люди приезжали, отдыхали, пожалуйста. На сегодняшний день как раз-таки вот Ругельский котлован, являющийся вторым таким явно по популярности местом отдыха в городе, там раздышено все. И байки, и ну как бы условно. Там не запрещено, так скажем. Но акватория-то там меньше, чем стропы. Озеро Шуня. Долгава. Пожалуйста. Шуня тоже до пяти лошадиных сил. Но когда на других озерах вводили такие же правила, не было таких узбушений. Я прошу прощения. Возьмем озеро Мэдум, озеро Свента. Да. Что касается озера Лукны, да. Буквально в том году мы ловили, ну правда с берега, без лодки, приехал проверяющий. Ну разговорились, все как бы. Я у него, я действительно не знал сколько, тоже спросил объем лошадей. Он сказал пяти. Я у него спрашиваю, говорю, ну а в чем, ну причина, да, как бы. Может мелко или еще что-либо, хотя прекрасно знаю там глубины. На что получил прямой ответ в лицо. Он так улыбнулся, как бы, он говорит, просто у нас у самих 10 лошадиных сил. Это ответ на то, что просто мы не догоним вас. Смешно как бы, ну действительно, это я не выдумка, я вам говорю, ну как бы. Какой транспорт есть у вас в распоряжении? Я думаю, что никто никогда не использует на воде какой-то там, ну, как бы метод кого-то догнать. Ну да, потому как, ну даже если у рыбака двигатель как бы помощнее, всегда его дожидаются на берегу, где машина и так далее и тому подобное. Никто никогда никакие гонки никогда не устраивает на водоемах. Так что это такой вопрос, я думаю, что больше как бы. Вы правильно говорите, да, потому что на берегу в любом случае тебя как бы встретят. Ну да, логично. Ну просто такой ответ меня так поразил, как бы, ну это же не причина ограничить. Ну ладно, вас я уже тут немножко понимаю. А лукнул, я как бы не совсем понял, ну не стал на кем там выяснять, ничего. Просто у меня сейчас получается, у меня сейчас 15 лошадиных сил для активной ловли в заброс, и мне придется себя просто ограничивать. Вы можете его использовать на двене. Я вам еще дополню, что у человека, который занимался серьезно дорожкой, троллингом, да, у него лодка с 50-ти сильным мотором. Есть такие, ясные. Да, он приходил, мы разговаривали, он сказал, никаких проблем, его снять очень тяжело с лодки, я куплю электромотор, мне его вполне достаточно, и буду ловить рыбу. Согласен, согласен. Ну на двене тоже сейчас ловить, как вы говорите, то же самое, троллингом страшно, я думаю, лет через 10 ты там уже без, ну не пройдешь на метео, она милеет и милеет эта двена. Ну вот, а кстати, у вас есть какие-то планы, например, по лицензированию других озер в черте города, чтобы везде тогда уже порядок навести, или только пока большие стропы? За порядком мы будем следить на всех водоемах города, дальнейшее введение лицензированной рыбалки будет обсуждаться, но пока я на этот вопрос не могу ответить. Что ж, подводя итог нашей сегодняшней беседы, можно, наверное, заключить одно, с одной стороны, порядок нужен, все с этим согласны, это безусловно, с другой стороны, не всем угодишь, вводя некие правила, поэтому, наверное, нужно искать какую-то золотую середину, мы со своей стороны будем способствовать этому диалогу между сторонами и призывать тех, кто имеет соответствующие полномочия, возможно, со временем изменять какие-то пункты правил. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!